Мнение жителей после последней нашей передачи разделились, что и неудивительно, ведь вопросы безопасности касаются каждого. Каждого жителя города и области. Здравствуйте! Здравствуйте! В начале передачи мы хотели озвучить результаты наших опросов в социальных сетях, где все-таки мы будем размещать полигон атомных отходов на Новой Земле или в городе Северодвинске. А вот и сами результаты. В социальной сети ВКонтакте люди ответили следующим образом. Да, строить на Новой Земле 67%, нет, оставить в городе Северодвинске 13%, затруднились ответить 20%. В социальной сети Facebook результаты следующие. Да, строить 83%, нет, оставить в Северодвинске 17%, ну, соответственно, выводы строить. Я думаю, что те, кто хочет их оставить в Северодвинске, в этом городе не проживают, скорее всего. Есть и другие мнения у наших читателей по поводу строительства полигона. В частности, председатель родительского комитета Архангельской области отмечает следующее. Со слов сотрудников Алороса, захоронение планируется сделать в карьере месторождения Ломоносова. Через 7 лет месторождение закрывают, хотят там сделать могильник. Но эта информация пока никем не подтверждается. Хочу, кстати, сказать нашим телезрителям, что 24 ноября планируется приезд делегации Росатома. У нас будут проходить встречи с ними в областном собрании депутатов. И мы будем уже точно знать планы Росатома по строительству этого захоронения. А тем временем, на этой неделе, правительство Архангельской области, а точнее Министерство образования, разослало во все школы очень необычное письмо. Очень необычное. Я позволю себе его процитировать. Опираясь на данные исследований Института педагогических инноваций Российской академии образования и Института семьи и воспитания, отмечаем, что празднование Хэллоуина негативно влияет на развитие и социализацию детей. Считаем недопустимым проведение в образовательных организациях Хэллоуина, как не отвечающего целям и задачам образовательного процесса. Просим довести данную информацию до руководителей образовательных организаций и рекомендовать проводить мероприятия и образовательные события, соответствующие базовым ценностям русской культуры. С одной стороны, трудно не согласиться. Зачем нам американские праздники? Я думаю, телезрители меня поддержат. Но с другой стороны, все ли надо отменять? Вот, например, есть замечательный праздник, День всех влюбленных. Мы его тоже будем отменять? Ну, у нас есть аналог, День любви, семьи и верности. С одной стороны. С другой стороны, то, что касается Хэллоуина, у нас есть замечательный русский писатель Николай Васильевич Гоголь. И есть его замечательные повести, например, «Вечера на хуторе близ Диканьки». И очень замечательные персонажи, которых можно использовать в наших праздниках. Но с другой стороны, все эти западные праздники ведь к нам пришли и прививались не один год и даже порой не одно десятилетие. Вот даже наш экс-сенатор Константин Добрынин по этому поводу высказался. Еще, правда, в прошлом году, будучи тогда еще сенатором. Тоже прозволю себе его процитировать. Хэллоуин – это просто радостный памятный день, который не несет никакой политико-идеологической нагрузки и содержательно сопряжен с изгнанием нечистой силы, что весьма актуально для современной России, особенно в сфере коррупции. Возможно, стоило бы обсудить предание Хэллоуина статуса официального «Дня борьбы с коррупцией», отмечает Константин Добрынин. Более того, продолжает сенатор, такие праздники являются дополнительным источником социального оптимизма и раскрепощения сознания. А именно его, по словам нашего экс-сенатора, и не хватает российскому обществу. А отмена полюбившихся праздников – это шаг в направлении усугубления общественной депрессии. А где же наш чебурашка и крокодил Гена? А тем временем член общественной палаты Георгий Федоров облатился в правительство Российской Федерации со следующим предложением. «Основанием для обращения стали многочисленные обращения россиян, которые жалуются на появляющихся в Хэллоуин пьяных молодых людей, разодетых в различные устрашающие костюмы и разукрашенные жутким образом, которые пугают не только обычных прохожих, но и детей», – отмечается в письме Федорова. И тот факт, что вечеринки в клубах в этот день культивируют низменные чувства и нередко переходят в оргии. Вот и получается, что, может быть, раз уж очень хочется поиграть в эту нечисть, то хотя бы давайте играть в свою нечисть. У нас столько замечательных примеров как в сказках, так и в повестях у наших классиков. Там и Баба Ига, и Кощей Бессмертный, и Кикимора Болотная. А про рассказы Гоголя я вообще молчу. Там такое количество персонажей наберется не на один праздник. Ну а если серьезно, то, к сожалению, наша молодежь видит такое количество всякой нечисти прямо порой под своими окнами или под окнами своих детских садов, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это мы как раз говорим о гражданах, которые пьют и дебоширят на глазах наших детей. Потому что мэрией города Архангельска установлено самое маленькое расстояние в Архангельской области от питейных заведений до детских дошкольных учреждений и школ. Оно составляет 20 метров. Например, в городе Коряжме это расстояние установлено 100 метров. Ну и полномочия определять эти расстояния нашим федеральным правительствам отданы на откуп нашим муниципальным образованием. И получается, что теперь каждая деревня или город, или село может само решать, какое расстояние должно быть от того или иного образовательного и детского учреждения. Ну и почему-то Архангельская мэрия решила, что соседство детей и пьяных, которые валяются возле этих питейных заведений, это замечательный вариант для того, чтобы наши дети, видимо, очень хорошо росли и развивались. Ну и несмотря на неоднократные призывы увеличить это расстояние, все остается на своих местах. 20 метров от детских и образовательных учреждений. То есть, в общем-то, Хэллоуин в Архангельске происходит каждый день. Может быть, новый глава города, который будет избираться комиссией, обратит внимание на эту проблему и все-таки решит ее? Кстати, у нас закончился прием заявок на пост главы города Архангельска. Поступили заявки от 10 человек, что не может напоминать знаменитый роман Агаты Кристи «10 негритят». Почему 10 негритят? Потому что человеку, которого изберет комиссия, придется неустанно пахать, как рабу на галерах, чтобы сделать Архангельск очень красивым и благопристойным городом. Ну и мы, наверное, озвучим список этих 10 кандидатов. Это предприниматель Владимир Владимирович Повалихин, бывший сотрудник Госнаркоконтроля Сергей Михайлович Юрковский, министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Викторович Годзиш, заместитель директора Архангельского филиала Ростелекома Андрей Владимирович Прищемихин, юрист ООО «Живая планета» Роман Сергеевич Шестаков, а также Андрей Олегович Соломатин, Виталий Игоревич Львов, профессор и архитектор Юрий Анатольевич Барашков, блогер и фотограф Михаил Леонидович Шишов, депутат областного собрания Шестого созыва Сергей Анатольевич Пивков. Ну и теперь мы ждем программы кандидатов. Может быть, хотя бы в них появятся строки про то, что нужно убирать алкоголь от детских учреждений. А как вот мне интересно будет работать комиссия? Вот как, дорогие телезрители, вы себе представляете работу комиссии, которая будет отбирать эти 10 человек? Ну, кстати говоря, об этом ничего не сказано, ни в каких вставных документах, нигде об этом ничего не говорится. То есть, например, мы говорим, рост выше метра 82, 3 человека отсеялось, осталось 7. Вес, например, не более 90 килограмм, отсеялось еще парочку? Да, а наличие усов? Если нет усов, я думаю, можно не брать и всех остальных. Ну, может быть, конечно, еще ввести критерии, разбирается ли он в ЖКХ? Это, безусловно, критерий И, проживает ли он в городе Архангельске. Наверное, кто проживает в городе Архангельске, их тоже лучше отсечь сразу, дабы не было никаких коррупционных связей. У нас так много вариантов остается. Да. Мы будем внимательно следить за работой комиссии. Ну, а мы тем временем продолжаем наши социологические опросы в наших социальных сетях. И сейчас мы бы хотели к вам обратиться с новым опросом. Опрос наш касается следующего. На каком расстоянии от детских и образовательных учреждений можно продавать алкоголь? 20 метров, как сейчас? 50 метров? 100 метров? Более 150 метров? Ну, а мы, как всегда, ждем ваших комментариев, ждем ваших отзывов. И на ваших экранах вы сейчас видите наш адрес электронной почты. А также мы всегда рады вас видеть и слышать в наших социальных сетях. В Фейсбуке и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. И опрос будет проходить в социальных сетях, в Фейсбук и ВКонтакте. До свидания. До свидания и всего вам доброго.